Фасады, формы отеля в виде коралла И ты должен это применить не к одному отелю, а к 26 отелям И это нужно сделать все за один день Мы это делали в России В каких-то моментах это было впечатлено с криптивизмом и авангардом русской истории Так что я симулировал рост кораллов и других морских организмов в цифровом виде Меня зовут Евгений Родионов, мне 27 лет Я учился в Бартлете, в Нью-Керсле Переехал из Литвы в Англию 8 лет назад С тех пор учился архитектуре на доколавре, на магистратуре И теперь почти что стал архитектором Работаю в Лондоне, в Вилке с Лутисом Айр И что еще сказать Переехал, потому что я хотел учиться архитектуре с более технической или цифровой точки зрения Потому что я учился писать код в школе И я думал, где бы я могу применить эти знания Но при этом использовать их для создания каких-то физических проектов Или физической манифестации цифровых технологий Поэтому я хотел заниматься зданиями, где я могу это все применять Я учился в русской школе в Литве То же самое, как в Англии Мы выбирали А уровни И у меня было 6 уровней Из которых были комбинации искусства, математики и языков Но при этом я также занимался химией, физикой И немножко психологией Немножко черчения Немножко экономики Ликасл Довольно маленький город, красивый город Индустриальный город Потому что я ничего не знал, когда мне было 18 лет Я ничего не знал про мир архитектуры Какие школы лучше, какие школы хуже Поэтому я выбирал, основываясь на рейтинге И на том, нравится мне город или не нравится мне город Я выбрал очень графическую студию в моем последнем году И когда я делал свою деконструктивистскую башню У меня был очень плохой Крит Я пришел с Крита, разломал все башни Собрал ее обратно по кускам Потом после этого у меня был отличный Крит Так что я так понимаю В этом заключается суть деконструктивистской архитектуры Когда ты рломаешь одну башню и собираешь из нее новые Но при этом диссертацию у меня было про органику Про синтетическую биологию Про то, как мы можем создавать динамичную архитектуру И как бы выращивать ее через клетки, через модификации, не знаю, тканей Через модификацию материалов, которые мы используем для постройки зданий И это была одна из причин, по которой я выбрал 20-й юнит в Бартлете История Бартлета В Бартлете я пошел сначала в 19-й юнит В общем, я считал, что у меня будет возможность применить мои знания цифровой архитектуры В контексте жилых зданий И в контексте архитектуры не как создание единственного здания Но как создание системы конструкции, которые потом можно применять для создания этого здания То есть это шаг предыдущий К идее создания продуктов, к идее создания частей здания Как мы их называли, какие-то части И потом из этих частей выходит emergent piece of architecture Which is very different То есть это подход, это ботом-ап подход А за постер топ-даун Так что меня это интересовало в тот момент И я выбрал 19-й юнит Хотя он был, как сказать, не очень популярным И я потом понял, почему он не очень популярный Потому что нужно было выбирать юнит Это основываясь на преподавателях А не основываясь чисто на их брифе В общем, в юните в 19-м я разработал более системное мышление И которое я потом, когда перешел в юние 20-е Использовал для комбинации всех моих идей Насчет органической архитектуры Насчет биомеметики Насчет синтетической биологии Но при этом комбинация с цифровой реализацией В 20-м юните в прошлом году Бриф поназывался «Природа 2.0» И что имеется в виду использование природы Для создания авангарда То есть мы это делали в России В каких-то моментах это было впечатлено Скульптивизмом и авангардом в русской истории Но при этом мы пытались это исследовать Под линзой биомеметики и биологических принципов И то, как можно этот авангард развивать С теперешними цифровыми технологиями Обычно, допустим, хороший пример биомеметики Допустим, колонии термитов Которые построены под определенным углом к Солнцу И которые оптимизированы под распределение тепла И некоторые архитекторы пытались В более теплом климате Использовать те же самые принципы Чтобы создать жилые здания Которые на примере колонии термитов Расположены под определенным углом И определенной геометрией Они улучшают качество внутреннего пространства И нуждаются меньше энергии Чтобы их охладить То есть меньше вентиляции Хороший пример биомеметики В дизайне продуктов Это использование структуры крыла бабочки Для создания геометрии Которые улучшают звучание наушников Идея в том, что Ты используешь геометрию Или ты используешь определенные структуры Которые можно найти в природе Но потом ты их используешь Для похожих Не обязательно таких же самых применений Но для похожих применений То есть, допустим, с крылом бабочки Эта структура Она развивалась не для того, чтобы поглощать звук Она развивалась для того, чтобы создать определенный цвет И потому что она поглощает определенную длину волны цвета Но в аукустической панели Мы поглощаем не волны света Мы поглощаем звуковые волны Но принцип тот же самый И для крыла бабочки Пигмент Он очень неэффективный в природе И его очень трудно произвести Поэтому намного легче произвести структуру Которая поглощает определенные цвета И потом крыло бабочки Она основана на поглощении определенных цветов И ты можешь тот же самый принцип сделать Как звуковым панелям Которые поглощают определенную частоту волны Вот, это один вариант Вариант, который я использовал Он основан на том, как кораллы И как морские организмы адаптировались для поглощения пищи Коралл это только сама конструкция На которой живут маленькие организмы И они питаются Выделяют химические элементы Которые производят саму структуру Или скелет коралла Но коралл сам, он не живой И то есть выходит Чем больше площадь поверхности коралла Тем быстрее он растет И тем лучше он питается И поэтому он адаптирован Для максимизации площади поверхности Так что в итоге Мой финальный проект назывался Антимонумент И он основывался на идее О том, что монумент Обычно очень статическое здание И с новыми цифровыми технологиями Это можно поменять И как бы перевернуть идею монумента О том, что он будет динамичный И у него будет какая-то Определенная функциональность Которую потом можно развивать в будущем И мое исследование В фарометрической Или в цифровой архитектуре Перешли на уровень Где я начал Синтезировать Или симулировать Процессы натуральные То есть процессы Которые можно найти в природе И я пытался это Применить К идеям о том Что мы можем использовать Материальность Или мы можем использовать Форму Для того, чтобы Улучшить функцию здания Или функцию пространства И как бы В плане акустики В плане экологии Этот монумент Он основан На идее Функциональные Биомеметики То есть Ты не просто Воссоздаешь формы Которые Можешь найти в природе Но ты воссоздаешь Эти формы С целью Получения Каких-то дополнительных Критерий В моем Случае Критерием Это было Загрязнение воздуха Во всех больших городах В частности В Москве Где у нас был основан проект Так что я Симулировал Рост кораллов И других Морских организмов В цифровом виде То есть Использованием программы Которая называется Houdini И потом Применение этих форм Симулированных форм Для создания пространства И допустим Фильтрации воздуха В Москве Поэтому Идея здания Заключалась в том Что ты не только Создаешь пространство Которое можно Адаптировать К людям Которые его используют Но ты так же Создаешь пространство Которое Оптимизированное Для того чтобы Это как бы губка Которая поглощает Элементы Которые загрязняют воздух То есть это все Основано на Цифровой симуляции На 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 дизайне системы Которая потом Может произвести эти формы И ты их можешь Напечатать На Принтере Который Которые Допустим Печатают Из цемента То есть В больших размерах Основано на технологиях Которые разработаны В Барлете И в В Юрихе Не знаю где еще В Аяк Но при этом Эти же самые формы Они могли Быть использованы Для других Практичных вещей Допустим Как для создания Акустических панелей Или Более быстрого Отопления В здании И На чем была основана Моя диссертация Фасад здания Он Пористый И он Максимизирует Поверхность Потом Если сравнить С обычной Плоской стеной То есть Сказать то что это 100% То Потом Вот это Коралловое Растение Которым ты заменяешь Которое тоже сделано Из Бетона Но при этом Там 4,5 раза Больше поверхности Которая Может быть активная И которая может Как бы Фильтровать Воздух В загрязненных Участках города В моем В моем варианте Я использовал Бетон Который Комбинирован С технологией Поглощения Определенных Газов Из атмосферы То есть Активный элемент Был Оксид титаниума И это был Активный элемент Который потом Поглощал Нитрат Из Воздуха Я работал Вместе с Химической школой В UCL И Проблема Очистки фасада Решается тем То что Активный элемент В бетоне Он Самоочищающийся И все элементы Которые Производятся на фасаде Зданием Они потом просто Смываются водой И регенерируют его И Потом Начинается новый цикл И это все Может ощущаться Заново Активный элемент Всегда остается Внутри Он Да Он Не пропадает Он просто Активный элемент Он катализатор Активный элемент Он катализатор Он Он Не участвует В Химическом процессе Тому чему я научился В 19 Это была Систематизация Архитектурных элементов Что Я так же само применил Как Систематизации И Цифровому Цифровому продакшену В 20 То есть Все было основано На том Как Это знание Будет Воспроизведено Через Печатание Оно будет Напечатано Практически Как Ландскейп Роботами Если честно Я Просто хотел Работать В большом офисе Потому что Между Своими годами Бартельда Я поработал В маленьком офисе 15 человек Я поработал В среднем офисе Где-то 50 Когда я был Part 1 Так что мне Хотелось Поработать В большом офисе И Улкинсонайра Был лучшим вариантом Потому что Мне тоже интересуется Интеграцией биологии И биоинтегрированным дизайном И тому подобными вещами И плюс Они их Как бы Заострение на биомеметике На структурных На структурных На структурных Как бы Структурных идеях И как бы Как это все совмещается Вместе Так что Им естественно Очень понравилось Все что я делал В двадцатом юнити И они мне предложили работу И я кстати Очень много вещей Которые я научился В двадцатом юнити Ну и в девятнадцатом И я начал сразу Применять В практике То есть Допустим Для симуляции Для симуляции Биологических Всяких Геометрий Которые потом Используются Допустим Для создания фасада На здании Или Для Допустим Экологического анализа Биологический анализа Довольно большая компания Так что у нас В компании Отдельные Как бы Группы Отдельные команды И меня назначили в команду Которая Занимается концептуальным дизайном Которая В принципе Делает конкурсы И Проекты Которые на очень На начальных стадиях развития Поэтому Там Довольно много Возможностей Применить Экспериментальные Техники Чего мы учились В батлете Так что Я сразу начал использовать Допустим Хоудини Для создания фасадов Для создания форм Для продакшена То есть Допустим Ты создаешь форму Которая в виде коралла И потом тебе нужно это применить На Мы делаем отель И Фасады Фасады Формы отеля В виде коралла И Ты должен это применить Не к одному отелю А к 26 отелям И Это нужно сделать все за один день И Ты не будешь все Все они немножко разные У всех Высота слегка Слегка разная Некоторые фасады разные То есть допустим Там идет Три типа фасадов И тебе нужно это все скомбинировать То как тебя просят И там 26 отелей И у тебя есть полдня Это все можно сделать с помощью Параметрического дизайна То есть ты делаешь Параметрическую модель То есть у тебя Скрипт написан И Ты Туда Input Вводишь Одну Поверхность И она тебе из одной поверхности Генерирует Весь отель С фасадом С комнатами Со стеклом И тому подобное То есть это один вариант Второй вариант Это у нас Оптимизация структурная То есть Мы делаем много Не знаю как называть их Байодомс То есть Как бы Это как зимние сады Но Обычно Очень структурные И как Отдельные То есть это не как Зимний сад Помните орнитажа Это зимний сад Который Построен С новыми технологиями И С Экологическими принципами И тому подобное У нас Несколько таких проектов есть И Теперь мы делаем Очередной в Исландии То есть Там опять-таки Мы использовали Параметрические модели Чтобы допустим Оптимизировать Количество стекла И количество структуры Которые мы используем Для постройки Этого Байодома Весь внутренний Ландшафт Тоже был оптимизирован Через Параметрическую Архитектуру В этом Байодоме В Исландии У нас была комбинация Супер инновационных Технологий И Структурной оптимизации В Гроссхопере Но при этом Комбинация Этих технологий С традиционными Технологиями Допустим Постройка То, как они Строят Земельные стены В Исландии Используя Как бы Верхний слой Почвы И просто Заворачивают И И Потом Ложат Друг 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 И выходит Стена То есть Комбинация Традиционной Архитектуры С цифровой Архитектурой Применение Параметрических Моделей В офисе Это Энергетический Анализ Солнечной Энергии Допустим Найти В каких частях Фасада Больше энергии Собирается В которых Меньше И потом Заточить Дизайн Фасада Под Подлить Энергии То есть Он адаптируется В той местности Где ты Делаешь здание То есть Это мы использовали Для одного из конкурсов Который Который был В Гонконге Для офисной Офисной башни Мы активно Используем Параметрическую Архитектуру Для Структурной Оптимизации Для Для энергетической Оптимизации Для Нахождения Форм И И потом На сам процесс Производства То есть Производства информации То есть Производства Формы Или систем Которые нам позволяют Потом адаптировать Эту форму Когда к нам приходит Клиент и говорит Что нужно чтобы поменять И нам не нужно Моделировать снова Мы можем просто Открыть скрипт И Поменять Несколько Параметров И Потом Опять Сделать Вариант Итерацию В том же самом Байдоме Когда мы Отослали модель Инженерам Они навернули модель И говорят У нас слишком много стекла Слишком дорого Будут построить И вместо этого Использовать Другой принцип Постройки И другую форму Поскольку у нас есть Скрипт Чтобы сделать всю структуру Для этого Байдома Мы вместо того чтобы Все это заново моделировать Мы просто меняем Меняем Поверхность И потом Из этой поверхности Мы воспроизводим Полностью фасад Параметрические модели Они все у нас в Grasshopper Мы используем Revit Для Production То есть Более Типа Более Когда уже идет Construction Тендер То есть Когда уже Мы начинаем производство зданий И производство твертежей Когда мы переходим на Revit Но Все начальные стадии У нас идет Rhino Grasshopper И Теперь я еще добавил Houdini Я бы сказал то что Может половина Людей На моем уровне Или на уровне архитектора Они знают Как использовать Grasshopper И так же у нас есть Отдельная команда Которая Может тебе помочь С некоторыми Более Комплексными скриптами И Так же самое с Revit Но Факт в том что Тебе не обязательно Знать Grasshopper Ты его просто Используешь Ситуационно Когда Ты видишь Что тебе допустим Нужно что-то сделать Что Grasshopper Тебе может Облегчить жизнь С чем-то Или допустим Сделать Большое количество Вещей Которые ты не хочешь Вручную моделировать И ты можешь для этого Использовать Grasshopper Но если ты не знаешь Как его использовать То это всего лишь значит Что тебе придется Смоделировать это вручную И И когда тебе Попросят Это все поменять То Опять таки поменять Вручную Так что Я бы сказал то что Нас Не заставляют его использовать Но Я его активно Пытаюсь использовать Даже когда меня не просят То есть И В основном Это заключается в том Что ты Анализируешь Свою Задачу Или что тебе нужно Сделать И Ты Пытаешься Понять Понять В принципе Это очень простой вопрос Ты должен понять Тебе нужно это сделать Один раз или Несколько раз А точнее Несколько раз Это еще нормально Когда тебе нужно сделать что-то Скажем Пятьдесят раз Или шестьдесят раз Или сто раз Или ты знаешь то что Завтрашний Завтрашний день Это все поменяет То Намного лучше сделать Параметрическую модель Которую Потом Тебе Очень много времени Сохранит Кыгзаха Вилки Сонайер Это Форма Перед функцией То есть В Вилки Сонайер Обычно все начинается с формы Чаще всего Начинается с какой-нибудь Органической формы То есть У нас много Очень Инспирейшн Идет С С кораллов С морских организмов Со всяких Феноменов Которые можно найти в окружающей среде Чаще всего Первый слайд Всегда Референс К более абстрактным Картинкам Геометрии Или Какими-нибудь других вещами Которые нас вдохновили На создание Какой-то определенной формы То есть Мы начинаем С идеи формы И потом Мы Добавляем к ней Функцию И Как ее распределить На части На детали Мы эту форму Разрабатываем В структурном плане Чтобы ее построить Окей, что мне нравится Компании Мне нравится Компании Что там никто не говорит по-русски Так что я могу Говорить все что угодно В этом видео Так что Что не нравится В принципе Мне не очень Я бы не сказал Что мне очень много чего Не нравится Но Главная проблема Это Тот факт что У них Слишком Много Руководительства То есть Слишком Много Людей Наверху Которые Директора Ассоциейтс Ассоциейтс Директорс И тому подобное Слишком много Идей И их трудно Всех реализовать И совместить вместе И было бы лучше Если бы Они Как бы Назначали Одного Директора Или Они бы верили Одному директору Что он может Сделать проект В стиле И чтобы больше Фокусировались На продакшене И на том Чтобы сделать Хороший дизайн А не на Политике Внутренней политике Так что Это главная Проблема Другая проблема Часто Более коммерческие Элементы Архитектуры Перекрывают Более Креативные Элементы И То же самое Допустим С экологией На некоторых проектах Мы пытаемся Начать Инновационными Технологиями И пытаемся Использовать Местные Культурные Влияния Для развития Нашего концепта Но В итоге Выходит Что Некоторые Более коммерческие Здания Они Они просто Получают Хороший Экологический Рейтинг Благодаря тому Что У них Эффективные И дорогие Системы Циркуляции Воздуха Или Вентиляции И они Не обоснованы Ни на каких Инновационных Интерфейс Меня интересует Сам Процесс Дизайна И то Как он может Быть Оптимизирован Или Улучшен Через цифровые технологии То есть Это обмен информацией Или производство Трехмерной информации В более Эффективных методах То есть Меня интересует Как бы Сам Интерфейс И то Как Архитекторы Производят Здания Или Работают Над зданиями В теперешней среде И Как это я буду развивать Я пока что не уверен Мне конечно Дофига Идей Которые Более связаны С геометрией Или с биологическими идеями Биологическим мышлением Опять таки Биомеметикой Но Так же Мне интересно Как это Все эти формы Можно воспроизвести И Построить И все процессы Которые Каждый архитектор Должен понять Чтобы Воспроизвести Три проекта Которые Наиболее вдохновили мою работу Будет Один из них Это Студия Энсамбл Их работа Старается Фокусироваться на процессе А не на финальной геометрии Они использовали Землю Как Негатив Для заливки бетона И Потом Текстура Которая появляется Через этот процесс Она была Как бы Финальным продуктом Так же Архитектор Кристиан Керез Его инсталляция Incidental Space На Вене Виеннале Несколько лет назад Где он Он делал Небольшие Заливки Из гипса Вместе с воском Допустим И потом Воск растаивал Из этого Они создавали Модели Пространства Которые Потом Увеличивали В размере Чтобы сделать Инсталляцию Существа Виене Виеннале Немножко Он не должен быть функционалным Уже не нужно жить там Не нужно Workать там Это реально Произвольство И это тоже Произвольство Какое Много Это Gramazio Color, это преподаватели в ATH Zurich, которые позиционируют себя где-то между материальностью и цифровым мануфактюрингом. Они используют роботов для того, чтобы, допустим, не 3D-принтить геометрию, а делать какие-то депозиты. Это, допустим, веревки с камнями. Камни служат для компрессионного лаута, а потом веревки для компрессионного лаута. И в итоге получается структура, в которой нет никакого связывающего агента, но при этом она сильная в структурном плане. Также был проект RoboChop. Суть заключалась в том, что мы используем систему, где есть интерфейс. Такой человек, который заходит на выставку, может задизайнить стул, допустим, или какой-нибудь другой частью мебели. И потом она... Эта геометрия посылается сразу к роботу, у которого есть стандартный блок из пены. И потом он из этого блока вырезает эту скульптуру, и она готова через полчаса. То есть можно видеть весь процесс производства в самой выставке. То есть процесс производства, вместо того, что происходит на закрытой фабрике, он переходит в более театральную сферу. Идея в том, что сам процесс производства может быть частью здания или частью того, как здание воспринимается публикой. Мои советы будут пытаться всегда задавать вопросы и пытаться экспериментировать со всеми софтами и со всеми процессами, которые вы используете для дизайна. Потому что, в принципе, каждая новая идея, она не новая, это просто комбинация существующих идей в новом виде. Поэтому я считаю, это достаточно важно, чтобы мы не зацикливались на процессах, которые мы уже знаем, и которые, допустим, создают геометрию, которую мы уже где-то видели. Мне нужно пытаться экспериментировать и найти, находить новые комбинации идей и техник, процессов, которые в итоге будут создавать новую архитектуру. Продолжение следует...